Мы возьмем последний вопрос. Ассаламу алейкум, меня зовут Мухаммад Кейф. Я студент 10 класса из Индии, Бихар Патна. Почему все посланники Аллаха в исламе мужчины? Разве в исламе нет равенства между мужчинами и женщинами? В исламе мужчины и женщины равны, но равенство не означает идентичность. Мужчины и женщины равны, но не одинаковы. Аллах дал каждому полу свою ответственность и обязанность. Есть несколько причин, по которым Аллах не выбрал женщин быть пророками и посланниками Аллаха Субханаху Ата'аля. Я просто упомяну вам эти причины. Первая причина – есть различные поведенческие изменения, которые происходят в женщине. Например, Минстер Уаллен Цикл «Послеродовое кровотечение». Так что в этих ситуациях психическое и физическое состояние женщины снижаются. И она не сможет выполнять роль пророка и не сможет выполнять обязанности пророка. Кроме того, у женщин происходит беременность. И когда она становится матерью, она должна заботиться о ее детях в начальных этапах их жизни. Во всех этих ситуациях женщина не может исполнять роль матери и в то же время выполнять роль пророка или посланника Бога. Ведь пророк или посланник Бога, он должен слушать людей и должен решать их споры. И когда происходит спор, он должен смешиваться с людьми и решать их проблемы и так далее. Женщина же не может делать все это, потому что это не подходит ее природе и потому что в исламе запрещено смешиваться с противоположным полом. А пророку или посланнику необходимо разговаривать с людьми и общаться с людьми, передавать послания ислама не мусульманам. И если у них есть проблемы или какие-либо вопросы, отвечать на эти вопросы и так далее. И одна из ролей пророка или посланника – это вести людей к молитве. Есть разные позиции, которые мы делаем в молитве. Например, руку и суджуд, поясной поклон и земной поклон и так далее. Все эти позы, если женщина будет имамом или предводителем, она будет отвлекать людей позади. Люди, которые стоят за имамом на намазе. Это будет их отвлекать, если имамом будет женщина. И это причина, по которой в исламе женщина не может быть имамом над мужчинами. Это и есть причина. Потому что есть определенные обязанности для женщин в исламе. И есть определенные обязанности для мужчин. Вы можете заметить, что женщины порой слишком эмоциональные. К примеру, если возникает спор, она может эмоционально увлечься. И кроме этого, я хотел бы привести вам пример. Если грабитель войдет в дом, Аллах, субханаху ата'аля, приказал мужчину защищать, потому что у мужчины больше силы. Это мужчина тот, кто пойдет и будет сражаться. Человек не может сказать, что я верю в равные права. Давайте женщины пойдут и будут сражаться. Но у каждого пола есть свои обязанности. И аналогично, Аллах, субханаху ата'аля, оказал женщине большую честь, когда она мать. И есть различные хадисы, которые говорят о важности материнства в исламе. Мужчина не может сказать, что я хочу стать матерью, чтобы получить награду как мать. Но в действительности нет. У каждого человека своя ответственность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!